Я смотрю на вас или в камеру? На вас, наверное. Да, конечно. Мне важно было там оказаться просто для того, чтобы хорошо к себе относиться. Я считаю, что это для человека, у которого еще не утрачены и не атрофировались окончательно какие-то совестливые окончания в организме. Я считаю, что для этого человека это важно. Для меня это важно. По поводу драйва, по поводу возбуждения и так далее. Ну что, ну вот в конце 2011 года был драйв и было возбуждение. Это не привело абсолютно ни к чему. Почему это не привело абсолютно ни к чему? Я думаю, в первую очередь именно потому, что кроме возбуждения ничего не было. Не было таких людей, которые готовы были идти до конца. Вот украинцы могли идти до конца. Они смогли разбить палаточный лагерь и укрепить его, сделать Майдан и так далее. Русским людям это абсолютно не под силу. Я абсолютно уверен, что никого Майдана у нас не будет. И все эти антимайданы это просто смешные организации по распилу бабок и самопиару. Не будет у нас Майдана. В России, мне кажется, это делается совершенно иным образом. И количество тут вообще ни при чем. Россия страна огромная, гигантское население большое. Поэтому количество, вообще любое количество, в России максимально девальвировано. В России имеет значение только качество. И вот если говорить о качестве, то я считаю, что 100 человек, 300 спартанцев или 500 декабристов намного важнее, чем 500 тысяч представителей креативного класса, которые топчутся на одном месте. В Москве я не живу уже 5 лет. То есть с тех пор, как родилась младшая дочка Лидия, мы переехали жить за город. А потом, к сожалению, случилось просто то, что пространство профессиональной самореализации в России стало для меня сжиматься, просто как шагриневая кожа. То есть сначала я понял, что мне нечего больше делать на телевидении. Хотя на телевидении я работал последние 20 лет. Практически на всех главных каналах. И Первом, и России, и НТВ, и РЕН-ТВ. Теперь, к сожалению, дорожка мне туда заказана. Радиопередача у меня, слава богу, остается. Какие-то публикации, какие-то интервью-колонки тоже бывают, но крайне нерегулярно. И последней каплей для меня стало то, что выжили меня с факультета журналистики Московского государственного университета, где я преподавал сколько-то, 13, то ли 14 лет. Причем преподавал, надо сказать, с большим удовольствием. И, как мне представляется, как мне все говорили, весьма и весьма успешно. Но, в общем-то, этой песенке суждено было закончиться. Я обнаружил себя просто практически без средств к существованию. При том, что у меня имеется четверо детей школьного и дошкольного возраста. Это не очень хорошо. Ну, и поэтому без особых колебаний, надо сказать, я принял предложение с Северо-Запада, из Хельсинки, из Сталина, стал там работать. Моей семье там очень нравится, она там проводит больше времени, чем я, поскольку младшая ходит в детский сад, старший сын ходит в школу. И основная причина, я бы сказал, все-таки профессиональная. Но есть и другие причины. Одна из них – это как раз то, что в Москве жить тяжело. И атмосфера здесь, атмосфера, как называется, милитаристского угара, эта атмосфера совершенно не радует. Я сделал открытие, что вся послевоенная история нашей страны, России, ну, а до этого СССР, что она вся складывается из одинаковых десятилетних циклов. И циклы такие, что, скажем, 50-е, они очень похожи на 80-е. Они тоже ужасно плохо начинались, зато очень интересно и многообещающе закончились. Напросив 60-е, очень похоже на 90-е. То есть они очень хорошо начинались, но очень печально закончились. Соответственно, 70-е и нулевые, опять же, два десятилетия близнеца, в которые вообще ничего, в принципе, не происходило, имело место так называемая, там, по-путински стабильность, по-прежнечески застой. Если следовать этой схеме, она железная, совершенно железная схема. Уже сколько? Уже 60 лет она длится, даже больше. Так вот, если следовать этой схеме, то нынешние десятые годы, это годы из породы 50-е-80-е. И десятые годы действительно очень плохо начались. И я думаю, что вот-вот будет какой-то перелом, и закончатся они очень и очень хорошо. Когда я сделал это открытие, я сам страшно обрадовался, и теперь смотрю в будущее гораздо более оптимистично. Я думаю, что конкретно Путин и его ближайшее окружение совершенно определенно ненадолго, думаю, что их деньки уже сочтены. И это связано с тем, что они перестали устраивать, они перестали удовлетворять уже практически всех. То есть в самой этой самой элите, в том числе и в ближнем путинском кругу, естественно, уже давно, уже по крайней мере год-полтора, существует огромное недовольство, огромная неудовлетворенность тем, что происходит. Я знаю некоторых людей, которые близки к этим кругам. Надо сказать, что они все в панике, в ужасе, в депрессии и так далее. Почему? В первую очередь потому, что они сами теряют деньги. Вот, они воровали, воровали. Сейчас воровать стало очень сложно, потому что воровство, естественно, идет по трем основным направлениям. Первое – это нефть и газ. Цены на нефть и газ упали. Второе – это госбюджет. Госбюджет, естественно, тоже сжимается и сжимается. И третье – это иностранные инвестиции. Иностранных инвестиций вообще не стало. То есть из трех опор этой треноги одной нашей воры, наша криптократия лишилась вообще, две другие шатаются со страшной силой. Людям это очень не нравится. Они задают себе естественный вопрос, из-за чего это происходит. Ну, естественно, цены на нефть – это объективный мировой процесс. Но что касается до иностранных инвестиций, что касается до госбюджета и всего такого прочего, ну, естественно, особенно иностранных инвестиций, то это уже косяк товарища Путина. А нафиг он нужен в таком случае, если он нам жить мешает? Так вот, Путин сейчас мешает жить практически всем. И элите он мешает жить, как мне представляется, в гораздо большей степени, чем так называемым простым людям, которые вообще на эту тему не особо рефлексируют. Для меня вот есть несколько абсолютных вещей. То есть для меня есть какие-то вещи, которые я могу считать абсолютным добром или абсолютным благородством. Есть вещи, которые я считаю абсолютным злом. Вот Сталин из тех вещей, которые являются абсолютным злом. Никаких оправданий, никаких экивоков, реверанцев, ничего. Сталин – убийца, маньяк, людоед. Окончательная, окончательная сволочь. Точка. И все разговоры на этом должны заканчиваться. К сожалению, они не то, что не заканчиваются, а только начинаются. Сейчас это продолжается, да еще и в большей степени, поскольку пропаганда Сталинщины, она совпала с тем, что у нас вообще сейчас происходит такой настоящий реальный неосталинизм. Такого не было ни при каком Брежневе и Андропове. Путин в этом смысле их перещеголял. И происходит это все при совершенно очевидном попустительстве огромной, на мой взгляд, в общем-то преобладающей части населения. Почему у нашего народа такая проблема? Ну, это можно долго на эту тему рассуждать. И так, и сяк. Но это, конечно, трагедия. Может быть, это вообще корень всего зла. То есть, если бы вырвать просто из сердца русского человека вот эту Сталинщину, может быть, вообще все было бы по-другому. К сожалению, она там. И Сталинщина, и Николай Первовщина, и Иван Грозновщина и так далее. Страна у нас, к сожалению, такая. Действительно, страна рабов, страна господ. И при этом рабы неплохо себя чувствуют, а господа этим с удовольствием пользуются. Есть журналистика, есть пропаганда. Есть свобода слова, есть свобода лжи. Я считаю, что вообще эти вещи, они должны как-то решаться принципиально и на уровне вообще каких-то общемировых понятий. С тем, чтобы, скажем, какой-нибудь канал Russia Today не мог апеллировать к такому понятию, как свобода слова. Свобода слова к каналу Russia Today не имеет никакого отношения. Это свобода лжи, это свобода пропаганды, это свобода оболванивания. Эта свобода имеет право на существование? Нет, я считаю, что эта свобода не имеет права на существование. Она должна обрубаться так же, как свобода воровства, свобода убийства, свобода насилия. Этого быть не должно. Поэтому я считаю, что таким средством массовой информации, как вот это самое Russia Today, или как наши государственные телеканалы, или как газеты «Известия» и так далее, они вообще, ну то есть эти СМИ имеют возможность существовать только в тоталитарной стране, каковой сейчас Россия де-факто является. За границей им делать вообще нечего. У нас есть достаточное количество музыкантов, причем разных поколений, которые имеют совершенно четко сформулированную гражданскую позицию и никак не боятся ее высказать. В том числе и в своих песнях. Ну, если говорить о самых нашумевших в свое время людях, то это, во-первых, Андрей Макаревич. В свое время максимально обласканный властями, а сейчас напротив ставший врагом народа номер один. Андрей молодец, пишет прекрасные песни, держится молодцом, несмотря на все удары, которые на него валятся. Тумаки, шишки. Прекрасный альбом вышел около года назад у Бориса Гривенщикова, альбом «Соль». Потрясающие песни, очень трезвая, красивая, мудрая оценка современной реальности. При этом Боря, он как бы, он не любит выступать публично на политические темы, но в своих песнях он высказывается максимально откровенно. Есть ребята более молодые, но из МС, ты уже упомянул, есть, скажем, еще Вася Обломов, который тоже пишет такие куплеты на злобу дня, очень забавные, очень остроумные, кстати, и умные тоже. То есть я бы не сказал, что это все оформилось в какое-то движение, в какое-то движение музыкального протеста, как это иногда бывало. Как это, скажем, было у нас в 80-е годы, как это было, скажем, в Эстонии во время так называемой поющей революции, как это было в Чехии и так далее. Такого вот четкого движения нет, но отдельные люди есть, и песни эти звучат. Да, ну, естественно, я забыл и про Юру Шевчука, который всегда был прекрасным и искренним человеком, и хотя сейчас он, скажем так, не на гребне и немного потерян, как я могу судить по своему общению с ним, тем не менее, Шевчука никогда нельзя сбрасывать со счетов. Субтитры создавал DimaTorzok